Так, сейчас дропчик будет. Нихрена себе. В общем, всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим и сегодня у нас взгляд на ещё одну игру про Криперы 2004. Вы думали, то, что это конец и на этом приключения Влада закончились? Хотя я даже не знаю. Может быть, теперь Влад будет против нас. Ну, короче, это игра про Криперы 2004, то есть то, как мы с ним будем проводить ночь в магазине смешных цен несколько раз. Но я не знаю, насколько здесь много контента, поэтому давайте же сейчас посмотрим, заценим и всё это прочитаем. Как играть? По сюжету, который вы узнаете из аудиозаписи, вам предстоит проработать пять ночей в магазине смешные цены. А для этого вам нужно следить за камерами, чтобы вас не напугал один из трёх аниматроников. А, это аниматроники, понятно. Механика игры такая же, как в оригинальном ФНАФе, то есть нужно закрывать выходы кнопками и следить за энергией, как в первом ФНАФе. Вот кто-то просил у меня первого ФНАФе. Вот, пожалуйста, ещё один аналог, в принципе. Обо всех багах писать сюда благодарю. О, хе-хе-хе. Блин, так хорошо. Э, ты чё? Я вообще-то хотел отметить то, что тут мультиплеер есть. Ну ладно, давайте начинать. Опа. Чё-то какой... Очень качественный интерс, слушайте. Так, лоу, стимнет, конечно. Бебра Геймс. Так, стоп, что? О боже, это ГТА. Я не знаю, есть ли на неё авторские права. Пять ночи с Крипером 2004. Хе-хе. Сука. Блин, это шедевр. Погодите. Нет, я всё-таки убавлю звуки. Конечно, всё, понимаю, извините, конечно. Ну, вот это заставка ГТА просто шедевр. Да-а-а, я в шкафу прячусь. Это прямо из-прямо с той игры взято, слушайте. Крипер 2004 иллюминат. Ну да, помню, как Суперкек раскрыл его, это было очень. Блин, там какие-то мемы были. Я, конечно, не охранник там. Ну, тоже что-то своего рода. И там ещё много... О, бабочки девять, слишком много. Комната шениха. Ни хрена вот это жёстко. Ой, блин, ну шеф, ну нахера ты? И загуска суп сварила, блин. И я в шкафу сру, симпл. Дозья. Ой, сколько же тут мемов сейчас будет, видимо. Так, теперь можно. Чё он несёт? Сука, извините. Так, так, так. Я буду делать записи на протяжении всей недели, чтобы раскрыть сюжет игры, потому что Кужеглык не придумал, как это сделать оригинальнее. Ещё я должен буду рассказать тебе технические моменты. Чтобы выжить, тебе надо следить за камерами и вовремя закрывать двери, если кто-то из аниматорников смотрит. Для лучшего эффекта советую включить R, TX-графику в настройках. Пока ты смотришь на камеры или закрываешь двери, тратится энергия, так что экономь её. На этом все дедлайны были просраны ещё полгода назад, так что буду немногословен. Ага, а, собственно, а, вот, охранник, охранника, охранник, ладно, успокойтесь, друзья, это пустая ирония, ну ладно, хорошо. А твоё лицо, когда Мишк Фредди... Так, чё это ещё? Это Спинго, что ли, или кто это? Я не вижу. А, Крайкин, когда пять ночи с Владом. Ну вот и игра вышла, использую этот смайлик в игре, а то съем. Ну, короче, уютненько, как говорится. А не знаю, что добавить в эту комнату, поэтому будет это, забанили па... Па-па-па... Что? А, забанили козлы, я уже читаю, падлы. Так, допустим, я нахожусь здесь, пока что за мной никто вроде не пришёл. Так, смешные цены. Так, Баутику трогать нельзя. Вентилятор у нас просто очень шикарный. Сразу видно то, что его делал Влад прямо вот своими собственными руками. Ну, потому что, ну, кто так ещё сможет сделать, скорее всего? Так, ну, хорошо. Это... Это чудо, наверное, двигаться будет. И вот этот Влад тоже у нас, который такой вот 2D-шный, к сожалению, он, видимо, тоже будет двигаться. О, погодите-ка. Вот тут у нас мерч какой-то очень. Бебровский. Так. Хайповый, так, ноутбук. Ну, в общем, по-моему, здесь Влада любят больше, чем Крипер-2004. О, Бебра. Это... Это церковь? Что это такое? Так, погодите, что-то поменялось. Слушайте. Подпишись на канал Валасатик. Хорошо, хорошо. Понял, понял. Стоп, стоп, стоп. Так. Сейчас вот момент такой интересный. А как двери закрывать? Я что-то не понял. Чё он орёт? Так, погодите, я не соображаю сейчас. О, а тут тоже есть что посмотреть, глядите-ка. Ну, контент, конечно, тут... О, Олег Брэйн, здорово. Ой-ой-ой-ой. А здесь могла быть ваша реклама, но тут будет... Но тут будет Влад. Да, конечно. О, ой-ой-ой. Видимо, Влад тут пытался собрать какую-то сборку, и он, короче, психанул, и всё. Понятно. И сейчас он, видимо, ко мне придёт, правильно ведь? Надо ещё тут все скримеры смотреть, скорее всего. Погодите, я так и не догнал. А когда они появятся возле двери, у меня появится возможность закрывать двери. Или здесь всё в точности наоборот. Я туплю, скорее всего. Как это почему-то обычно и бывает в играх по ФНАФу. Так. А! Да, я туп... Он об этом говорил, вот мне теперь интересно. Так, ну хорошо, давайте светить. А то я думаю, что я двигаться не могу. А я-то думал, здесь будет вот такая система, то что нажимаешь в левую сторону, он двинется туда. А мне нужно просто вот так вот башкой двигать. Вот такой вот джойстик. Да. Вот это там балтика, конечно, огромная, это офигеть. Так, допустим, у нас уже 4 утра, по-моему, довольно долго как-то идёт всё. Так. А ну-ка. Ну, нет. Пока не надо закрывать. Так, свет. Всё пока что в порядке. Просто всё вот прекрасно. В принципе, не на что жаловаться. Здесь, в принципе, нет ещё такой атмосферы. Прям... Опа. Там ещё что-то наподобие Тетри собой, если не ошибаюсь. Что он несёт опять. А, ну тут ещё, кстати, подписана комната Влада. Офигеть. Вот представьте, разработчик, как и во ФНАФе, придумал тут какой-то скрытый сюжет. Сейчас вот найду какие-то пасхалки. И... Не знаю. Нет, закрой дверь. Погоди. О, всё. До свидания, 2D-шный Влад. Так. Дверь. Нет, всё-всё-всё. Иди, иди отсюда. Иди. Всё. Я с тобой сейчас не вожусь. Так, ну ты же на меня не нападёшь, правильно? А, крипер у нас... Ну, да. По идее, он у нас главный. И получается, он будет нападать, скорее всего... Когда? На 4-й, 5-й ночи, да? Ну, скорее всего, да. Так, дверь. А! Ай. А чё я заорал? Я... Я вибрации испугался, если чё. А, игра окончена. Главный Амогус России представляет новое шоу. Миллион ночей у ФРЭ... Бустер. Цензорит нуба. Симпл-димпл. Хорошо. Игра окончена. А чё я... Я не понимаю, почему я так заорал. Вы, конечно, извините. Это было очень лепо. Мультиплеер. Мультиплеер пока в разработке. Ждите новостей. Так, всё-всё-всё. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, всё. Давайте вот это всё пропустим. Ой. Здорово. Я же ещё сюда не поворачиваюсь. Я же на 360 могу, конечно. Обед. Уютненько. Да. Блин, жалко, ещё нельзя поднимать. И знаете, была бы ещё тут такая пасхалка... С... Как это? Когда под столом кто-то появляется. Ну, отбросьте, конечно, свои фантазии. Но во втором ФНАФе примерно так и было. Я нажал тут ещё, короче, на пиво. Не вижу кнопки пива. Будет добавлено... Так, понятно. Меня попросили, я добавил. А так я не знаю, что сюда писать. А ещё тут есть пасхалка. Так что поищи, несложно будет. Что? Какая пасхалка? Как затонатить на киви? У меня 10 рублей. Понятно. Не знаю, что за пасхалки тут ещё, короче. Это тяжело, наверное. Или нет. Может, это и есть пасхалка, слушайте. Не, ну ты же не выломаешь дверь, правильно ведь? Владос, ты где там? Блин, что-то... Как-то это всё долго... Ой, твою мать! Чтоб вы понимали, я подтанцовываю. Но этого никто не увидит. Эй, ладно, давайте продолжать. Это круто, но механизмы и там совсем. Начиная с двух ночи, аниматорники становятся более жёсткими. Так что будь аккуратен. А тем временем, по сюжету ко мне, в первую ночь заехал какой-то чел на танке. Он выглядел очень опасным. Но причину этого я узнаю лишь на третьей ночи, как и ты. Пока что все. А, понятно. К тебе пришёл Влад, значит, хорошо. Так. Открой-ка дверь, пожалуйста. Сейчас, походу, Влад не даст жару. Ещё другие какие-то челы. А всё, Влад уже покатил, видимо. А вот он. Здорово. Чё за херня? Ой, как страшно, зужики. Ой, а-э-э-э. Погоди, ты где? А вот он, вот он, вот он. Ни хера себе, он на танке сидит, Мишка Фредди. Так, давайте, блин. Ой, а чё я так громко сделал? Ну, если честно ещё говорить. То как-то музыка, ну, действительно, не подходит под всю эту атмосферу. Ну, ладно. Ладно. Опять, опять в камеру смотрят. Опять гладят. Ну, господи. Что ж тебе надо? Так, всё в порядке здесь. Осмотрелись. Всё прекрасно. Так, тут ещё какой-то баг с мемчиком. Капец ты, майонез, конечно. Так. Так, здесь всё в порядке. Ну, если не получится сейчас пройти вторую ночь, то, в принципе, на этом и закончим. А если и пройдём, то всё равно закончим. Чё уж тут говорить. Так. Ну, блин, не знаю, чё тут насчёт других пасхалок. Вроде как всё на виду. Короче, пока не знаю. О, так теперь мы вместе. Ни херна себе. А чё ты-то очкини... Ой. Исчез. А чё ты-то очкини напелишь? Фредрик. Фредрик. Так, ну ладно. Этот наступает. Наступление Влада начинается, ребят. Чё-то он, по-моему, вообще не на меня смотрит. А, погодите-ка. Может он... Так, это получается у нас кухня? Он что, пробует суп из процессоров? Что такое? Куда делся Влада, видимо, ему не понравилось. Так, погодите. Куда он делся? А вообще, если так подумать, то почему Крипер обезглавленный? Ну, как бы, огромная голова. А, стоп. Иллюминат. Но факт тот, что у него очень огромная голова, и то, что он гений, это абсолютно верно. Так, ладно. Не знаю, что тут ещё такого сказать, конечно. Потому что... Вот, опять-таки. Вот, вроде, не так много контента. Хотя... Хотя, спорный момент, на самом деле. Я не знаю, что будет в третьей, четвёртой, пятой ночи. Потому что... А, показалось. Так, а вот мне вот этот цвет, он вообще чем-то помогает, если я и так увижу, допустим, того же Влада. М? Хм? У меня просто игра крашнется, и я её не смогу запустить, например. Вот, интересная пасхалочка на самом деле. Да. Но вот, всё равно, ничего такого вроде и не происходит уже. А даже если я, допустим, нажимаю на какие-то объекты, и у них какой-то... А, по всей видимости, здесь вот эта победная сценка не меняется. Но, в принципе, ничего страшного в этом нет. Тем временем у тебя наступила три ночи, и я начинаю раскрывать сюжет. Как оказывается, все эти три чубрика приходят сюда, чтобы создать шутку под названием Бебра. Я не знаю, как они это сделают, но нам нужно защитить весь мир от нашествия глупого, несмешного форса. Я в это верю, и надеюсь, что ты продержишься до конца, и мы не услышим сотни однообразных песен про Бебру. Если что, действие игры проходит на июль и август 2021 года. А итог вы знаете сами. Твою мать! А чё Владос так быстро напал, я не понимаю. Это чё за... Это такой разогревчик был, что ли, до этого прям? Вот сейчас Влад, он просто... Ну, я не знаю. Ну, что это было? Отлично, понятно. Вот, хардкорная третья ночь у нас началась, и Разраб наконец-то начал раскрывать сюжет игры всё-таки. Так, я всё-таки потише сделаю. Это хоть и мэш-оп, но всё равно как-то стремновато немножечко. За авторские права, так сказать. Ну ладно, давайте на этом заканчивать. Я думаю, ещё будет вторая часть по этой игре. И мы, может быть, её и допройдём. Поэтому всё. Ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии, игру в ВКонтакте. Всем удачи и всем пока!